всем привет я бородеро туристическая столица куба назовем это так вот сейчас буду идти по главной улице города и носятся кабриолеты ходят толпами туристы катаются всякие лошади и так далее и тому подобное вот сегодня расскажу про деньги про деньги опять причем деньги варадер про гавану я уже рассказывал там курс про курс 75 за доллар в общем теперь можно про него забыть 75 80 это уже не наш день нужно искать варианты побольше можете принципе торговаться смело если вам предлагаю там 80 говорите нет это полный бред давайте давайте-ка по 100 а то вы лучше по 110 вот и вполне вероятно что местные согласятся если они перекупщики а для своих нужд то скорее всего они хотят поменять потому что курс беса какой-то волатильный и на него хрен чё купишь ну как бы купишь не так чтобы очень очень много вот что они покупают за доллары одежду покупают за доллары покупают еще билеты билеты выехать из кубы в ту же доминикан или в россию вот покупают билеты за доллары и там уже покупают одежду всякую бытовую утварь ну типа телефонов всяких вот для этого и собственно говоря и меняют деньги что еще раз сказать а ну и собственно говоря здесь то же самое здесь есть обменники которые хотят навариться есть обменники которые частники вот частники вам предложат более высокий курс а вот лучше у них изгадь до этого чем тьма не на улице это такой еще один момент парадера не очень любят доллары в официальных всяких ресторанах и кафе ну например тут есть заведение под названием битлз это такой бар ночной ну полуночной короче бар ресторан вот там принимают только евро ну и во многих таких местах принимают только евро но с частью таких мест немного и во многих во многих тусовочных местах типа ну там клубов местных принимают весы вот это довольно таки классно всем это связано барадеры ездят не только туристы но и местные местные карданеза карданес чтобы правильно называть также из этого из матанзаса вот все едут сюда тусоваться отдыхать и тратить свои пьесы поэтому много заведений которые где принимают весы насчет цен что можно сказать принципе из гаваны сюда добраться можно за 9 евро но типа официальная такая цена для туристов как минимум компания будет вязу сейчас я как раз иду туда чтоб посмотреть получится мне купить билет на завтра или нет если не получится не значит вот такси по городу стоит в районе 200 песо это если ездить на желтых официальных такси ну или полу официальных не знаю как это понять в общем 200 песо для них это нормально но мне кажется дороговато надо попробовать поторговаться вот такие вот лошадки это тоже такси вот может забиться куча и за 200 песо прокатиться от начала до конца города вот а вот всякие ретро кары кабриолет они уже ценник заламывают и здесь уже предлагают 400 рублей 400 песо за проездочку вот по поводу еды еда здесь собственно говоря как везде на кубе еда здесь не очень вот поэтому ну без излишков зато она дешевая вот есть места где можно поесть за 100 рублей за 150 рублей чем ближе к туристической зоне тем тем цены выше ну допустим если в начале вородера лобстер стоит 450 рублей то в конце вородеры ну ближе туда к середине к концу да он уже будет стоить примерно сколько там рублей 700 и выше ну типа в зависимости от размера вот рыба то же самое в начале вородера в ресторане сан-бич отель вот там можно поесть там вообще еда очень дешевая реально за 100 рублей это рыба рис там салатик и так далее ну и пиво за 50 рублей вот поэтому в начале вородера можно поесть дешево в конце вородера можно поесть в цизийском но подороже кстати говоря тут есть место под названием бульвар вот это типа такое тусовочное место где много всяких ресторанчиков и ну там еще и ночные клубы тоже есть вот и там есть русский ресторан там можно поесть борща стоит он по-моему рублей то ли 200 то ли 300 я не помню в общем такие нормальные цены для я бы даже сказал московский слегка вот что еще по ценам по ценам жилье ну если вы приезжаете сюда допустим снимать хату то здесь будет стоить это ну 20-25 долларов за ночь сутки ночь неважно вот но это самый низкий порог а так в основном получается выше типа 20-25 и до бесконечности допустим можно за сотку это можно и дешевле а снять домик на берегу океана и радоваться радоваться видом на океан вот я живу за 20 долларов в 5 минутах от от пляжа там никого нету ну типа туристов очень мало пляж чистый песочек ровный океан теплый все прекрасно замечательно вот а так можно да и жить на берегу океана вообще можно жить и на этом в палатке если честно взять палатку сесть разложить ее на пляж и там жить никто не подойдет никто ничего не спросит это нормально кофе кофе здесь тоже дешманский особенно если в лобби какого-нибудь отеля 15 рублей это эспрессо 35 это уже будет с молоком большая большая такая это чашка хотя по нашим размерам наверное не дотягивает кофексе там в любом случае гораздо больше будет вот алкашка алкашка здесь тоже ну она дешевая ну хотя есть разные места допустим в ночных клубах она стоит в районе ну от 50 до 150 за коктейль а вот бутылка стоит ну тоже довольно таки дешево там типа рублей 650 вот за бутылку и это довольно таки классно если вы бухаете это прям рай для вас вот в магазинах можно найти черный допустим ром который гавана club семилетний по-моему за 650 веса но это из под прилавка у какой-нибудь бабушки он как бы будет оригинальный все будет прекрасно но но он будет грубо говоря не официально вот насчет сигар не знаю тут дофига всяких сувениров цены на них тоже разные есть всякие помидоры или как это называется для хранения сигар есть всякие другие коробочки украшения майки и так далее все это довольно таки дешево стоит есть даже музыкальные инструменты типа в районе тысячи полторы можно купить хороший хороший такой этот самый барабан типа джембо вот ну собственно наверное все больше я не знаю что еще перечислить в принципе варадеру прикольно зимой здесь конечно делать ну есть что приезжайте сюда зимой в том числе но здесь есть риск того что будет слегка прохладно допустим неделю назад нас было холод вот сейчас нормально а снимаю я это все делал в январе январь февраль уже какой там сейчас какое-то начало февраля я уже не помню вот ну вроде как зима да собственно говоря всего больше сказать нечего приезжайте здесь прикольно интересно тепло много всякого интересно а насчет еще вход в клуб стоит 250 рублей причем в кассе там развлечений дофига вот а если вы дикарем то а еще про транспорт точно если вы дикарем и хотите куда-нибудь ездить недалеко тут есть два города один матанзас где-то час езды на автобусе второй это карденас где-то полчаса езды на автобусе вот и ну стоит все это очень дешево выходите на эту дорогу которая объездная которая идет вдоль залива вот ловите там маршрут грубо говоря это будет какой-нибудь грузовик на котором предел такая не знаю как кузов сделан с сиденьем вот проезд стоит 8 рублей вот это вариант на карденас а в матанзас это нужно выходить это нужно выйти из города и там на выезде из города за мостом будет стоянка автобусная там тоже за 8 рублей там же автобусы будут полноценные ну все я уже заблудился мне нужно найти автобусную станцию и купить билет все тогда всем пока как говорится до новых встреч